Время 12 часов И сегодня мы проводим вебинар. Образцы чуть попозже я вам покажу, мы на них посмотрим вживую. По ходу вебинара задавайте обязательно вопросы, высказывайте свое мнение, оно очень важно для нашего диалога с Естаром. Итак, новая серия Естар-П. Расширение возможностей за счет новых функций и сервисов. Анонс новой серии связан с теми сервисами, которые эта серия дает. Итак, унифицированные коммуникации. Что под этим подразумевает Естар? Естар подразумевает набор сервисов мгновенного времени, мгновенной реакции. Здесь я бы выделил мгновенные сообщения, информация о присутствии операторов в сети, на линии, статусе занятости, непосредственно сама телефония, видеоконференция, управление вызовами, всевозможные передрессации, перенаправления на голосовые приветствия и так далее. И интеграция со сторонними системами. Также новая P-серия предлагает инструменты для организации удаленной работы. Помимо существующего софтфона Lincus, чуть дальше мы в презентации поговорим об этих новых продуктах. Оптимизация бизнес-процессов за счет статистики, за счет отчетности. Также новых функциях работы с голосовыми приветствиями. И новая серия сосредоточена на упрощении обслуживания компаний-заказчиков в рамках телефонии и на улучшении взаимодействия со сторонними сервисами. Что нового в серии P? Если разбирать упрощение обслуживания, то это новый графический интерфейс. Это новая панель оператора и NFC-модуль для настройки самой автоматической телефонной станции. Функциональных возможностей здесь реализован полноценный колл-центр, который позволяет визуализировать очередь входящих и исходящих звонков, визуализировать операции супервайзера, скажем так, руководителя сотрудников, которые принимают звонки операции агента и предоставление полноценных отчетов в рамках телефонии, не только стандартных, более глубоких. В рамках унифицированных коммуникаций, как я уже говорил ранее, помимо софтфонов Lincus для ПК и для мобильных телефонов, в планах разработки веб-клиента посредством WebRTC с новыми функциями, такими как внутренний чат, видео и видеоконференции. Ну и у P-серии новая бизнес-модель, она немножко отличается от S-серии. Три типа подписки, на ней мы остановимся чуть подальше, поподробнее. Новый интерфейс обслуживания. В новом интерфейсе, картинка на слайде, вы можете видеть на картинке, как выглядит новый интерфейс обслуживания, который позволяет в реальном времени отслеживать процессы, которые происходят в ОТС. Это могут быть активные звонки, это может быть загрузка процессора, использование памяти, использование также локального хранилища для записи разговоров. Здесь собрана статистика по внутренним номерам, по IP-телефонам и по софтфонам отдельно. Также в этом интерфейсе, в этом дашборде, вы сможете видеть в виде графика предупреждения и события, которые происходят в ОТС. Это может быть уведомление о обновлении системы, о выходе нового обновления, либо это всевозможные атаки на ОТС. Простая навигация, больший функционал в сравнении с S-серией и графический интерфейс. Также новой функцией, новым сервисом в P-серии является панель оператора, которая позволяет контролировать состояние операторов, либо абонентов, то есть понимать, чем и какое время абоненты, оператор занят, на линии он или он отошел, занят. Это визуализированная веб-консоль, в которой собраны все операторы. Панель оператора ориентировочно нужна для работы руководителей. Более точно мы сможем сказать после того, как проведем тестирование, сейчас этим занимаемся. По панели оператора пока такая информация. Также из панели оператора можно будет удобно работать с входящими звонками. Здесь, к сожалению, мне не удалось вставить гифку, которая бы интерактивно показывала процесс управления, но на картинке я постарался передать, как это выглядит. То есть мы входящий звонок перетаскиваем в правую область, где у нас находятся операторы. След этого перетаскивания вы можете наблюдать на картинке. Тем самым эта возможность дает управлять мышкой звонков. То есть вы можете переводить вызовы, ставить их на парковку, можете принимать вызовы, либо отключать. Также из нововведения это NFC-модуль для первоначальной настройки. Смысл его в чем? Наверное, покажу сейчас, чтобы у нас было это актуально. Новая серия оснащена логотипом. Под этим логотипом находится NFC-модуль, с помощью которого вы можете, используя мобильный телефон, отсканировать этот логотип на своем мобильном телефоне через приложение Lincus и получить первоначальные настройки сетевые и настройки программного обеспечения. По информации предварительной с помощью этого NFC-модуля можно назначать IP-адреса, назначать сетевые настройки. Это мы проверим, протестируем и, я думаю, в ближайшем времени сделаем на основе этого тестирования обзор, который предоставим вам, нашим партнерам. Но, как я уже сказал, по предварительной информации можно будет через этот NFC-модуль менять сетевые настройки. Это очень упрощает процесс первоначальной настройки АТС, когда нам не надо мудрить и подключать ее напрямую, к примеру, к компьютеру. Также в нововведении это колл-центр, который очень многие партнеры ждали, который закрывает очень много потребностей в рамках компаний, у которых много звонков, у которых большая очередь входящих, которые обрабатывают большой объем звонков. Колл-центр в этом плане решает эти задачи. Новые функции. Визуальная панель вызовов, управление сервисами SLA. То есть это... Что такое сервисы SLA? Это, можно сказать, показатели предоставления услуги. В рамках телефонии, наверное, я бы привел пример. Это во многих компаниях качественный звонок. Что есть качественный звонок? Это звонок, который был энное количество времени в зависимости от продукта. То есть если мы продаем АТС, к примеру, то качественным звонком я бы называл общение с заказчиком от 5 до 7 минут, потому что за 2 минуты нельзя рассказать об АТС или нельзя выяснить потребности в функционале и сервисе. Поэтому в данном случае некачественным звонком можно назвать 2 минуты. То есть не было предложено, не было выявлено потребностей. И, соответственно, этот звонок, это общение можно назвать некачественным. И звонки, которые от 5 до 10 минут, дают нам уверенность в том, что сотрудники предоставили хороший уровень обслуживания, выявили потребности и отработали возражения. Это и есть сервисы SLA. Также колл-центр имеет панель управления очередями, в которой, как было показано ранее, можно перетаскивание мыши, работать с входящими звонками. Подробная отчетность. Здесь подразумеваются не просто отчеты по входящим, исходящим и пропущенным, как было ранее реализовано в S-серии. Здесь более глубокая отчетность, которая позволяет по предварительной информации наблюдать пиковую нагрузку. Но опишем мы отчеты после того, как проведем тестирование, посмотрим, как это работает. И уже точно можем сказать, насколько они подробнее, чем в S-серии, и чем могут помочь вам и вашим заказчикам. По преимуществам e-STAR здесь выделяет, конечно же, улучшенную производительность, реал-тайм статистика и управление – это статистика и управление в реальном времени, улучшенные управления вызовами за счет сервисов и функций. И все это дает повышение лояльности клиентов. Насколько это дает повышение лояльности клиентов, здесь я бы хотел попросить вас дать обратную связь, потому что вы на передовой взаимодействуете с заказчиком. Все это, все эти новые сервисы и функции, цель их – это расширение возможностей операторов, которые принимают звонки, и повышение эффективности бизнеса, потому что многие бизнесы выстроены в сегменте продаж, будь то это услуги или товары, и большую часть продаж занимает, большую часть из каналов продаж занимает, конечно же, телефония, это голос. И в этом плане e-STAR целится для того, чтобы этот канал был под контролем. Визуальная панель вызовов. На картинке вы видите, как видна панель вызовов. Здесь в этой панели реализован мониторинг в режиме онлайн. Здесь собраны 16 ключевых показателей. К примеру, управляемый контроль времени, времени на линии, времени в ожидании. Все эти виджеты настраиваются за счет многоэкранного дисплея. Рустам, пока списка нету по подробной отчетности, этот список будет сделан, выложен на нашем сайте в форме какого-то фидбэка после того, как пройдет тестирование. Повторюсь, да, буквально АТС приехала к нам вчера, поэтому тестирование идет. Панель контроля очередей. Так вот она выглядит, красочно, с всевозможными показателями. Визуализация состояния вызовов, контроль статуса агента, очередь вызовов в реальном времени и доступ к функциям на основе ролей. Ну, здесь бы я хотел остановиться на доступе к функциям на основе ролей. В новой серии АТС от Естара реализованы роли, которые позволяют выборочно давать доступ. Есть у нас оператор со своим доступом и набором функций и показателями. Есть его руководитель, который должен понимать, как работает его группа. Над руководителем есть еще один руководитель или, может быть, гендиректор компании, который должен видеть общую целостную картину, что происходит в компании в рамках телефонии, в рамках исходящих и исходящих звонков. Все это панель контроля очередей. Линкус. Как вы знаете, в АС-серии Линкус реализован в виде бесплатной версии и в виде платной версии. Здесь в АС-серии идет доработка и выход нового сервиса на основе веб-ртси веб-клиента, который позволит использовать софтфон еще гибче за счет того, что в разных ситуациях у нас нет возможности, к примеру, установить софтфон на компьютере или на мобильной версии. Веб-ртси позволит принять звонок и работать без установки всевозможных плагинов и программных продуктов. Единый телефонный номер, универсальный справочник, статусы ваших коллег, операторов и один интерфейс для работы с разных устройств. В веб-клиенте планируется быть реализованы абонентские функции, такие как состояние присутствия, функция click-to-call, звонок по клику, STI, интеграция с стационарными телефонами, веб-ртси. В рамках операторской панели будет реализована визуализация вызовов, контроль вызовов, переводы, паркинг, монитор вызовов, логирование звонков, голосовая почта, записи разговоров. Все это из веб-клиента. И, конечно же, планируется разработка функции видеоконференц-связи, которая упростит работу, если работать через веб-ртси. Скинули ссылку, подключились ваши клиенты, подключились ваши заказчики, нет необходимости в использовании софтфонов. Итак, у нас вышло три модели. Начну с младшей P550, P560 и P570. Сейчас я наведу камеру, минуточку. Три модели объемом до 500 пользователей с модульной структурой и NFC-модулем. Как я уже сказал ранее, под брендом E-Star находится NFC-модуль, который позволяет через Lincus узнать сетевые настройки, самые актуальные. Есть нюансы. NFC-модуль поддерживается через Lincus. Модели Android и iOS, ну, к примеру, у меня iOS iPhone 7, в нем NFC немножечко другой, и он не поддерживается. Модели iPhone начинаются от 8-го с поддержкой NFC. С Android все проще, там необходима актуальная версия Android. Сейчас не подскажу, но обязательно технические требования расскажу. Ну и, конечно же, Lincus должен быть последней версией. Сейчас последняя версия – это 3.5.5, насколько я могу помнить. Также на передней панели у нас два интерфейса – One LAN, USB-порт для записи разговоров и хранения CDR-записей. И в младшей линейке у нас есть 8 портов и кнопка Reset. На задней панели все просто. У нас вход питания, кнопка включить-выключить и заглушки под антенны GSM, в случае, если используются GSM-модули. П-560 на передней панели мы видим также бренд E-Star с NFC-модулем. Две заглушки под модули, которые при необходимости устанавливаются. Сзади мы видим, что появилась у нас SD-карта и консольный порт. В остальном все соответствует младшей версии. И старшая модель P570 в принципе соответствует P560. На слайде вы можете наблюдать таблицу с характеристиками, емкостью АТС. Как мы можем видеть из таблицы, в принципе, сам подход к реализации АТС в сравнении с S-серией не изменился. Поэтому, я думаю, вы сразу все поняли, какая емкость и что дает. Интерфейсные модули в P-серии подходят также, такие же, как и в S-серии. Это преемственность оборудования, очень хорошая реализация от E-Star. Если вы используете, к примеру, S-серию с модулями, и для заказчика S-серии уже маловато, и он рассматривает внедрение колл-центра, вы сможете без особых трат поменять АТС, но сохранить модули, которые используются. Одни и те же модули для S-серии и P-серии. Две фронтальные накладки для EX-30 и EX-08. Здесь имеется в виду, по умолчанию у нас в АТС идут две заглушки. В комплекте идут две фронтальные накладки, которые пронумерованы с портами и вырезанными разъемами под индикацию. Эти накладки идут в комплекте. По поводу комплектации. Вчера мы записали видео о распаковке новых АТС и комплектности. Это видео будет у нас выложено на нашем канале, скорее всего, в пятницу, ну, либо понедельник. Поэтому заходите на наш канал, чтобы ознакомиться с первой распаковкой этих новых станций. Ну, и, соответственно, с тем, чтобы ознакомиться с комплектностью. Конечно же, вас интересует стоимость оборудования, стоимость этих сервисов и функционала. Из слайда расскажу вам, что можно сказать, что новая P-серия идет в трех редакциях, в трех планах. Это базовый план, интерпрайз-план и ультимейт-план. Все базовые функции, которые были реализованы в S-серии, плюс NFC, плюс панели оператора и веб-портал реализованы в базовом плане. Линкус веб-версия, колл-центр и новые функции, которые находятся сейчас в разработке, а именно это видеоконференц-связь, реализованы в плане интерпрайз. И пока у нас нет информации об плане ультимейт, ожидаем его в первом квартале 2021 года, когда Естар нам анонсирует, какие же функции и сервисы с вами увидим в ультимейт-плане. По цене. Сейчас пока точной цены нет, мы ведем переговоры с Естаром, но можно уже предварительно сказать, что базовый план подписка будет на 40-60% дороже S-серии. Интерпрайз-план будет реализован годовой подпиской, которая в среднем будет 30% от стоимости АТС. Ну и, конечно, по ультимейт-плану пока информации нет. Рустам спрашивает, сколько примерно в УЕ? Не можем сказать, ведем переговоры по поводу цены. Сейчас мы параллельно проходим сертификацию оборудования. Старт продаж у нас назначен на январь-февраль следующего года. Я думаю, но могу ошибаться, конечно же. Через месяц мы будем точно понимать, какова стоимость новой P-серии. Лучше этот вопрос транслировать почтой. Мы подключим продукт Александра Воронова. К сожалению, он сейчас отсутствует. Приболел. Но мы этот вопрос, ваши запросы соберем и дадим обратную связь. Как только будет точно известна цена. А базик тоже надо покупать? Или это в комплекте с АТС? Спрашивает Антон. Нет, базовый план – это единовременный платеж. Годовая подписка реализована. Начинается интерпрайз. В скором времени, в следующем году, Естар разработает и внедрит функции видеоконференции. Линкус веб-клиент. Будет осуществлена поддержка ремонт-девайс-менеджмент платформы P-серии. И дополнительные возможности, о которых мы узнаем со временем, так как Естар работает в этом направлении. Всем спасибо. Хотел бы еще сказать, что образцы к нам приехали. Они проходят сейчас сертификацию. Но несколько штук у нас есть в наличии, которые мы можем выдавать в тест уже на 5. Количество их маленькое, поэтому я бы вас попросил писать все запросы, кто хочет протестировать новую P-серию, на наш мейл. Все эти запросы мы обработаем и предоставим на тестирование из того количества, которое у нас есть на текущий момент, предоставим вам АТС в тестировании. На этом, коллеги, все. Пишите к нам на Pre-sale. Пишите ваше мнение, делитесь с ним, особенно в чате, как вам новый продукт, что не хватает, так как вы обращаетесь с заказчиками напрямую. Задавайте свои вопросы. Ну, вопросов нет, комментариев нет. Тогда предлагаю завершить наш вебинар. Всем хорошего дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok